Еще в сентябре на своей последней школьной линейке 11-классница Юлия Бурова знала, с какой прической и в каком платье она пойдет на выпускной вечер. Девушка представляла, как шагает по красной дорожке за золотой медалью, поет выпускную песню на сцене и танцует вальс. Теперь Юля огорчается, что ее мечтам, скорее всего, так и не предстоит сбыться. Все года проводили выпускной. Когда его отменяют, это, во-первых, очень обидно, несправедливо. Можно же провести после пандемии, перед поступлением в институт, но нельзя его отменять. Я все-таки надеюсь, что администрация города Сарова нас поддержит, скажет, ребята, мы вас пожалеем, давайте сделаем вместе городской, выпускной. А вот Артем Белавин говорит, что за время учебы были проблемы и посерьезнее, чем отмена выпускного. В девятом классе всему потоку пришлось сдавать русский язык устно. Потом закрыли родную школу на ремонт, теперь еще и дистанционный ЕГЭ. Впрочем, молодой человек считает, что государственные экзамены одиннадцатиклассники все же будут сдавать в оффлайне. Мне кажется, дистанционный ЕГЭ проводиться точно не будет, потому что тут шансов и списать больше, и контроля меньше. Скорее всего, это будет как примерно обычная сдача ЕГЭ, только детей будет меньше сидеть в классах, в помещениях будут соблюдаться все эти нормы. В этом году последний звонок для девятых и одиннадцатых классов пройдет в ставшем уже привычном режиме онлайн. В этом случае трансляцию местна, в отличие от выпускного вечера. Его в онлайне не перевести никак. Пока решение об отмене главного события года для выпускников не подписано, поэтому праздник еще может состояться. В любом случае, ребята настроены отметить окончание школы после снятия режима самоизоляции. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.